Буквально несколько дней назад Алексей Макаров делал нам обзор этого автомобиля на фестивале Кочующий Краснослон Башкирии. А сегодня мы переместились в Екатеринбург, на предприятие Макаров Екатеринбург, где создают, Алексей создаёт, он изобретатель этих вездеходов, вездеходы Макар. Алексей нам расскажет и покажет про своё детище. Это уникальный продукт на рынке вездеходов в России. Я бы сказал, что это лучшие вездеходы. Если взять и поднять все рейтинги, и взять все обзоры вездеходов, которые существуют и созданы для Арктики, то, на мой взгляд, это самая лучшая как конструктивная, так и инженерная конструкция. Но сравнить с Бурлаком, условно говоря, вот этот Макар, это глубоко переработанный Бурлак. То есть по такой схеме. То есть те недостатки, которые были выявлены, они в любом случае, невозможно сразу сделать вездеход, чтобы он попал в десятку. То есть здесь это всё учтено и как бы доработано. Ну, в общем, мы постарались сделать всё, что можно из этой конструкции выжимать, мы стараемся выжимать. Когда мы делали обзор твоего автомобиля, вот твой подход, он настолько подкупает. Ты уделяешь внимание тем мелочам, на которые бы все остальные инженеры и конструкторы бы забили. Даже взять вот площадочку для сбора масла под бензопилу, место крепления бензопилы. Понимаешь, это вот такая мелочь, но она учтена, она логична и она правильна. То есть поэтому я и в твоих старых вездеходах смотрел, и вот сейчас мы здесь посмотрим, насколько вот именно перфекционистски ты подходишь к созданию. Невозможно предусмотреть всё абсолютно. То есть стараешься делать так, чтобы, ну там интересные такие варианты бывают, так что люди критикуют, например, предыдущую модель по каким-то параметрам. Ты этот параметр изменяешь, делаешь его лучше, то есть тебе та критика. Происходит другая критика, в обратную сторону абсолютно. На фига вы так сделали, когда было вот так вот хорошо. То есть одним нравится одно, другим другое. Попасть на 100%, чтобы там сделать модель, которая там, ну, чтобы там никакой критики не было, ну, такого не бывает. Вся моя жизнь – путешествия. И сейчас я планирую путешествия следующего года. Кому как ни мне понимать, из чего складывается бюджет путешествия. Основные статьи расходов – это, конечно, дорога и гостиницы. Для тех, у кого путешествие – важная часть жизни, Альфа-банк разработал замечательный продукт. Лучшую дебетовую карту для путешествий – Альфа-трэвел. За обслуживание платить не надо. Никогда. И самое интересное. При оформлении карты в декабре кэшбэк до 15%. Обмениваете его на авиабилеты, бронируете отели и многое другое. За покупки авиабилетов с дебетовой картой Альфа-трэвел в декабре вы получите до 20% милями обратно. До 20%. А потратить мили можно снова на путешествия. По курсу 1 миля 1 рубль. Заказывайте лучшую дебетовую карту для путешественников Альфа-трэвел по ссылке в описании. И путешествуйте выгодно. Какая целевая аудитория у твоих новых вездеходов? Ну, основное – это все-таки коммерческие потребители. То есть грузоперевозки, это обслуживание каких-то месторождений, скважин и прочих вещей. Если потребительский рынок, то тему путешествий тоже для путешественников, для тех, кто… Охота, рыбалка, отдых – в принципе, тоже идеальный вариант. Все, что с точки зрения проходимости – это наличие блокировок, это высокий клиренс, это плоское дно, это устойчивость по ширине, это водоизмещение большое. Ну, там масса всяких там составляющих проходимости. Это все как раз в этом вездеходе есть. То, что независимо от подвеска, она все равно плавность хода дает другую совершенно. Вот здесь в основе что? Российские запасные части? Да, то, что в России, то, что можно там найти. Ну, все все равно не это. Вот, например, вот эта вот часть, наконечник, это GCB-шка, трактор. Вот, все остальное, то, что мы видим, это, в принципе, российские. Аморизатор российский здесь у нас делают, недалечие пружины тоже российские. Все остальное, как бы, это сами делаем. То есть здесь еще пневмоподвеска сзади стоит, она комбинированная пневмой и пружиной. То есть при необходимости, если там с грузом загружаешь машину, чтобы она сохранила мягкость хода и прочее, там просто пневмоподвеску подкачиваешь, у тебя горизонт всегда подвески сохраняется в том, в тот, который надо. И при этом, как бы, план исхода никак не меняется, что она пустая машина. Здесь у нас бортовые редуктора еще свои разработанные. То есть а-ля БТР, принцип ЭТРовский. Но уже, как бы, я не помню, там, пятая или шестая версия этих бортовых редукторов. Ну, это продувка лодки. Систентальное расстояние куда-то ездишь, и вот тебе педалить надо, чтобы там все продувалось, чтобы ничего не грелось. То есть этот фильтр воздушный вот здесь состоит. Причем у него здесь возможность переключения есть изнутри пространства подкапотного и снаружи. Бывает так, что можно там половину-наполовину. Слушай, а где вы тут делаете все эти решетки? Так здесь же все сделаем. Нет, ну вот это сандартные покупаем. Сами сделаем все. Вот оно, здесь можно посмотреть. Все очень просто, чтобы можно было зимой в толстых рукавицах открыть и так же закрыть, чтобы не обморозить ни руки. И все выполнить. Не, ну так, должно быть место подвига всегда. То есть она машина, вот она в принципе, я уже, люди, это проверено не только мной. Она идет по-любому снегу, метр, два, три, пофиг. То есть она до определенного момента там его продавливает снег, дальше он сам по себе уплотняется. То есть он не может быть там вот сверху и снизу одной, скажем, одинаковой. То есть сверху он, соответственно, пушистый и мягкий, ты его пинаешь там. А чуть ниже вот уже получается так, что это некая опора. Мотор какой здесь? Здесь камни с 2,8. Ну вот мы сейчас используем от фотонов, китайских грузовичков. Ну в принципе газельский камнис, то же самое. Единственное, что мы ее прошиваем там по-своему. Хватает. Прошивка своя? Да. Ну прошивка вот, она в принципе держит. Потому что первые машины, которые мы там еще продали, у них, они уже прошли порядка 160-170 тысяч километров. То есть по тундре с грузом, то есть по полной программе. То есть их наполовину, как правило, их не используют, потому что смысла нет. Там километра, килограмма. Сколько там, на какое расстояние, сколько килограмм привезешь, столько денег получше. Ну нам лебедкой, как правило, ты кого-то вытаскиваешь. Ты сам крайне редко вытаскиваешься лебедкой. И даже если где-то засел, там хватает, условно говоря, пинка, чтобы на машина вышла. То есть ей чуть-чуть за что-то зацепиться, она пошла. Она утонуть не может. Она в принципе из болота из того же ее выталкивает. За счет возмещения колес. Вездеход, помимо того, что ездит по снегу, он еще и плавает. То есть изначально в конструкцию вездехода закладывалась возможность положительной плавучести. И очень было много испытаний, вот вы сейчас их увидите, когда эти вездеходы проваливались боком, выставлялись и выходили на лед, либо какое-то расстояние проплывали. Ну это обязательно условие, на самом деле, для вездехода, чтобы он с полной массой, загруженный полностью, чтобы он не смог утонуть. Потому что это, во-первых, вопрос безопасности. И я считаю, что это основное качество вездехода. Если он тонет, это уже не вездеход. Внешне все просто, утилитарно, кондово. Но на самом деле это очень практично и функционально. То есть это для мужиков, которые едут зимой, у которых на себе много одежды, спецовки, рукавицы, чтобы можно было развернуться, крупные вещи, которые находятся в салоне, чтобы можно было положить, убрать, создать помещение, вот так же раздеться и комфортно здесь и отдохнуть, и преодолевать большие расстояния. То, о чем я говорил, все на своем месте. Ничто не лежит просто так. Если это краник, то у него есть четко свое место, которое ни при каких условиях не слетит. То есть вот это подход, вот это принципиальный подход в создании этих вещей. Здесь еще даже такой момент. То есть вот этот стол, он немножко не в горизонте, он немножко вот так вот вытянутый, потому что не всегда тебе получается вставать ровно. То есть ты можешь этот стол как бы сделать вот немножко вот так вот. То есть поменьше, побольше, и там горизонт поймать, потому что здесь правая плитка, чайники, чтобы никуда не все не валилось, никуда не съехало. Ну и чтобы вот здесь вот, если ты кипятишь что-то, чтобы вот здесь ничего не сгорело, ну там вытяжка, соответственно. Вытяжка, она тоже закрывается, закрывается, но тут уже ничего. И это тоже все вы делаете? Тоже гнете? Да, естественно. Ну тут куча ящиков всяких, с подсидениями ящики, там внизу ящики, под полом, очень хватает там всяких бардачков. Здесь инвертор 220 вольт на полтора киловатта. Там еще подогревы, соответственно, в штатной комплектации идут планар, бинар, тут два планара получается. Вот по 4 киловатта каждое, там на то помещение, на это. Ну и в любом случае, в любой машине, там два планара. Потому что если вдруг по какой-то причине один там откажет, ну бывает всякое, чтобы ты хотя бы там не замерз, чтобы не холодно было. Ну, едете во время движения раздетыми? Конечно. Тут хватает, тут тепла, в принципе, от двигателя хватает. Нет, тут, как правило, даже до минус 20 по факту получается так, что мы вообще даже печкой не включаем, тут хватает тепла. Так, Леша, снимай. Слушай, посадка, так, на девятке. Ну там, когда еще можно поиграться. То есть не кучером, как на джипе? Вот так, не, ну в целом очень... Ну здесь колес на арке, и в принципе сделано вот так вот, чтобы можно было. Ну и обзорность тоже у тебя получается, стыка пода практически не видишь. Да. То есть у тебя обзорность здесь, нормально. Обслуживание изнутри салона. Здесь масло можно проверить, там еще какие-то вещи там сделать. А ремонт двигателя из салона можно провести? Какие-то элементы можно. Там еще у нас получается оттуда подход есть, с боков специальные лючки, которые открываются, там тоже подход есть. Шерп очень гордился тем, что они ремонт своего вездехода могут провести, не выходя из салона. Вот тут коробка. Дальше у нас идет разрозаточная коробка. И так далее она, в принципе. Вся вот эта штука, она открывается полностью, вот как начало до конца. Там мосты и прочие вещи. Снаружи находятся бортовые редуктора только. Но они тоже там, получается, они в масле. В принципе, уже проверено, на морозе там минус 60 градусов. Ездили там в Якутии. Там МЧС брала у нас машину, не у нас, а в Кургане Бурлока. И там они попали в морозы, там минус 60 градусов, они 5 дней ездили там, ночевали, все в ней. Почему механика, а не автомат? Ну, людям проще на механике. Людям более понятна механика. Автомат, ты тоже должен привязаться к чему-то. То есть нужно что-то, что здесь в России гарантированно есть. Но и автоматы, это получается такая ерунда, что здесь кемпер. Теоретически мы можем автомат поставить. У нас разработаны уже, есть там варианты автоматов. Это все БУшка. БУшка. Сейчас современные автоматы, если новый ставить, они все очень завязаны с мозгами. Вот. Это отдельная тема. То есть ты начинаешь усложнять машину, и по факту получается, вместо того, что ты хочешь сделать лучше, ты делаешь по факту хуже, потому что каждый элемент усложнения в себе таит, условно говоря, скрытую вот эту вот, то, что он может там просто оказать в какой-то момент. Если здесь все понятно, здесь ты можешь там что-то как-то нырнуть и каким-то образом понять, ремонтировать, то в автомате там электроника оказала или еще что-то крайне сложное будет. Смотри. То помещение у нас водительская и кухня. Плюс здесь может ехать команда и иметь обзор. Здесь спальня. Здесь хозяйственное помещение для хранения вещей, продуктов, которые необходимы в дороге. Причем все грамотно сделано. Тканевые полочки. Этот отсек у нас, это кают-компания, спальня. Рассчитана на то, чтобы комфортно разместить 4-х человек. При этом смотри. Здесь по принципу раскладушки. То есть мягкая люлечка, такой гамак, который продавливается и здесь очень комфортно спать. По крайней мере, я это знаю точно, где-то в Малайзиях и прочих Юго-Восточных Азиях мы спим только на раскладушках в джунглях и это очень-очень комфортно. Единственный минус, который я вижу, это отсутствие окон. Мы как-то много лет с тобой разговаривали. На этой машине конкретно будут врезаться окна. Но вообще на самом деле отсутствие окон, это видимо минус. Потому что когда здесь спишь, у тебя окно, ты постоянно зимой мерзнешь от окна все время. Тебе нужно это окно постоянно чем-то затыкивать. То есть если человек едет, то он должен куда-то смотреть, на что-то смотреть. Либо размещать всех в первой части салона, и они могут лицезреть белых медведей. Нет, я понял. А вот... У нас мы делаем туристические автобусы. То есть у нас получается все общее. То есть здесь у нас по два сиденья стоят. вот здесь большие окна панорамные. И вот этот сек тоже там. Ну и сиденья нормальные вдоль. В общем мы делали уже такие машины. Там для... По-моему для Камчатки. Или что-то. Не помню. То есть и все очень просто. И все вот просто, но надежно. Пока только одни восхищения. Скажи, если уж затронули тему арктических путешествий на вездеходах, какая самая такая адская экстремальная ситуация была? Да на самом деле мы стараемся сделать так, чтобы вот этих адских ситуаций не было. И всегда какая-то ситуация что-то сломалась, что-то отпала. И ты начинаешь там гонять, что блин, ну все, и что сейчас делать, и как сейчас быть. На самом деле все намного проще. Вот спокойно поставь чай, попей чай, поспи. Утром эта же ситуация будет совершенно по-другому выглядеть. То есть там находится, пока ты там что-то гоняешь, что-то думаешь, находишь всегда способы пути выхода из этой ситуации, что-то можно придумать. Но не было ни разу такого, чтобы нас мы просили о помощи, чтобы нас спасали. Соответственно из всех ситуаций мы выходили сами. То есть мы сами всегда доезжали до или ну в принципе до конечной цели маршрута. Там ни разу не было такого, чтобы мы вернулись домой. Вот я помню по видеокадрам где-то в каком-то месте вы легли на вездеходе на бок. Провалились легли на бок. Так это что? Нормально. Там сломали даже у нас подвеска передняя там ломалась там еще что-то. То есть там ну как бы ничего страшного. Было так, что и колеса падали на прицепе колеса подвязывали просто как плоско его ложили в прицеп. Да не, это ерунда все. То есть надо психологически быть к этому готовым. И всегда когда ты едешь то есть ты понимаешь ты не должен ориентироваться на то, что тебя спасет. То есть даже на подсознании где-то там что вот у тебя есть телефон тебя спасет никто тебя не спасет. Надо правильно понимать что тебя никто не спасет. По той простой причине потому что у нас служб нет таких. У нас нет служб для спасения. У этих служб у них нет техники. Туда куда мы ездим там этой техникой не спастись. Вертолеты и прочие вещи пока не согласование пройдут ты уже помрешь 10 раз. То есть нужно рассчитывать на то что вот все что ты можешь сделать это сделать сам можешь. То что себя спасти только сам ты можешь. И соответственно все эти этапы подготовки готовиться нужно вот именно так. И соответственно когда за рулем едешь то вот эти вот ты здесь можешь недалеко от города какие-то вещи рисковать ну как бы красиво там что-то исполнить. Там это каждый там 10 раз выйдешь посмотришь как это препятствия лучше объехать. То есть там торопиться некуда потому что любая спешка она чреватая. Так что я экстремальные ситуации крайне не люблю. То есть подвиг одного это недоработка или скажем глупость другого. Это говорит и рекомендует человек с огромным опытом арктических путешествий. То есть остановись подумай действуй. Чтобы не создавать ситуацию экстремальную чтобы не быть победителем и героем лучше просто этого не допустить объехать лишний раз проверить выбрать правильную траекторию это является основой любого путешествия выбор правильной траектории и тогда не будет героизма ну а если что-то случилось то просто не паниковать у нас в принципе основной подход то есть панель должна быть максимально функциональной то есть ничего лишнего на панели лишних приборов которые там в принципе не нужны для красоты ничего не должно быть потому что это все не то что человек теряется когда приходит и как в самолете в некоторых вездеходах куча приборов всякой ерунды это не совсем правильно то есть ну давайте я сяду и какие-то вещи покажу касается света это вот здесь дополнительное освещение то есть это вот это вот все габарит сигналный габарит фароискатель люстра рабочий свет свет салона это вот здесь все все предохранители это тоже касается то что света отдельная коса идет все это там дальше есть штатная проводка которую мы вообще не трогаем штатная газельская проводка то есть она она имеется ввиду то что лишнее там расщепляется все остальное как бы работу двигателей все остальное там это уже к этой проводке зацеплено. То есть к этой проводке относится панель приборов это освещение, ну фары, управление фарами то есть вот эти вот поворотники там брызгалки все эти штуки это вот основной проводке относятся. Дополнительная проводка отопитель салона, планар и бинары здесь у нас функциональный ящик такой вот для того чтобы можно было положить ящики это очень важно на самом деле потому что масса всяких всего что там необходимо с выбрать это все нужно положить каждому свое место должно быть вот с левой стороны что мы имеем это основное это подкачка колес то есть это подкачка давление сброса давления то есть вот это вот сброс давления наши pit это у нас схема работы пневмоподвески чтобы можно было подвеску подкачать там задние колесики вот можно было чтобы сбросить это у нас контура пневмоподвески вот тут какие-то инструкция небольшая при накачке здесь у нас еще управление каждым колесом в отдельности то есть можно посмотреть какое давление на ком колесе если где-то что-то смотрит что давление уходит то в этом случае можно ну закрывая кран и открывай их поэтому каждый открывает и можешь понять в каком колесе проблемы все что касается работ трансмиссии это все вот здесь вот это переключалка это у нас блокировки блокировки когда включаются вот у нас пикалка стоит чтобы человек не забыл что включены все блокировки то есть это жесткие блокировки межколесных дифференциалов вот здесь у нас управление раздатка то есть фиксация это передний привод включается то есть передний мост включается это пониженное повышенное то есть то что в раздатке ну нейтраль еще вот это фиксация вот перекачка топлива это задние баков приходи прикачиваться в расходные бака топлива и ну и здесь это работа печки то есть пассажир кузов и водителя то есть отдельно там если водителю холодно там включил для себя только если пассажиру холодно включил для себя печкой вот ну здесь естественно от самого планар салона бинар предпусковой подогревателя вот есть еще кроме всего прочего там на 220 вольт подогреватель двигателя это если машина работает на месторождении то есть у него внешняя розетка там включается в этот инвертор и у тебя получается что внутри салона там разводка на 220 вольт есть то есть ты можешь спокойно там поставить себе чайник скипятить ты можешь себе поставить этот ну обогреватель какой-то электрический то есть машине можно жить при этом машина будет не работать машине будет тепло и двигатель всегда подогретый будет то есть любой момент там завел поехал куда надо потому что например те же месторождения там ребята предпочитают жить все-таки в машине потому что машине у тебя есть поспать и поесть это балки как правило это коллектив некий и не всегда коллектив он комфортно кто-то там кому-то холодно кому-то жарко кто-то храпит кто-то еще что-то делает в общем так как правило в этих машинах живут достаточно комфортно причем то есть это для спасения но это положено в принципе в этих машинах вездеходов аварийный люк он должен быть причем ты можешь даже вылезти через эти форточки тоже как аварийный люк можно рассматривать аварийные выходы вот теоретически против белого медведя эта машина стоит белый медведь машина страшная то есть он когда встает на заднюю лапу он спокойно может там вот подойти как кошка и ты будешь с ним на одном уровне смотрели они боятся как правило не убегают сколько мы их видели они все время там сваливали близко не подходят девочка одна задала вопрос белые медведи пингвинов не едят кстати вопрос едят ли белые медведи пингвинов напишите пожалуйста в комментарии а вот базовая базовый автомобиль для коммерческих нужд для перевозки людей перевозки но в эту стоимость входят там все запаски как положено планары бинары баки дополнительные все там входят в полной комплектации да не входит винт не входит снегоплавильня еще какие-то моменты не входят какие-то такие значительные но чтобы человек выехал в тундру ему не надо было там все это входит даже инструмент джонсвей как бы самый такой из неплохих это полный комплект тоже стандартной габилитации мы стараемся делать так чтобы человек мог сам услужить машину потому что география продаж этих машин она не подразумевает что ты какой-то сервис пригнал к этому отремонтировали максимальная информация игры что на сайте у нас по ремонту этих машин по обслуживанию машин она есть вот плюс еще у нас стандартной габилитации идет некий zip это то что теоретически может произойти с машиной чтобы это все под рукой было ну то есть на мой взгляд очень правильный подход то есть автомобиль предназначен для условий эксплуатации в севере он максимально простой и ты его всегда пользуясь техподдержкой звонком по телефону информацию на сайте его отремонтировать сам обслужить ну или по крайней мере минимализировать это время потому что критично люди заключают контракты обслуживание там чего-либо то есть у них машина сломалась не там под рукой запчасти нету то ну для них это может быть критично но по практике получается что когда машины человека покупают машину на коммерческое использование он у нас уже заранее спрашивают что вы рекомендуете с собой бы еще прикупить кроме того что зипа которая есть вот и в общем так если правильный подход и как правило после этого там годами там не обращается машина ездит все хорошо сколько жрет сколько прет крейсерская скорость это 56 километров в час то есть для вездехода это более чем то есть надо понимать что это некий трактор и представьте трактор который 56 километров в час спокойно едет наверное это хорошо то есть это не автомобили в понимании вот ты сказал 12 половиной миллионов вот если честно я был готов услышать цену выше то есть там кондиционеры уже есть это уже там все винты и прочие вещи все это уже если причем там еще как правило человек индивидуально какие-то вещи там хочет это все уже в этой цене то есть там какие-то чудеса хотя ему как правило вот тело нафиг на там кухне мы там делали в заднем отсеке там какую-то по факту это все нет не используется в том виде котором там то есть смотрится красиво это можно картинку показать но функционально это бесполезно совершенно гидравлика пиш на ней габариты это просто не про качество нужно с этим гаишниками согласовывать эти элементы лесенка наверх если там крышу залезть по крыше можно ходить то нормально проблем нету запаска на крыше живет тоже у нас есть подъемный механизм чтобы можно было человеку в одного запаску поднять наверх может такую колесико само по себе есть там 170 килограмм примерно но с дисками если всего так просто наверх не закинешь соответственно нужно как бы это смотреть вот что еще здесь ты когда наверх ну залазишь еще покажу просто чтобы лестнику не мешалась тебе нужно залезть машина высокая ты берешь вот таким вот образом лестницу скручиваешь и закрываешь дверку тут соответственно это откидываешь можно было выйти то есть тоже ну вот сами понимаете что ногой за шагнуть ну определенной тренировки надо не каждому человеку как минимум вот здесь по краям можно ходить по машине специально дуга чтобы можно было ходить передвигаться там мало ли здесь можно на крышу залезть по ней по этой лестнице то есть крыша здесь рифленка на крыше ну как бы вот то есть по периметру можно машину полностью обойти тут у нас дополнительные баки тоже есть здесь докажи примерно подвесить по 200 вот по пневмоподвески то что я говорил то есть баллоны есть пружины тундре из т-1 запаска наверх поднять практически невозможно с помощью лебедочки штатной лебедки все поднимается там необходимо приспособление есть машине лежат вот снегоплавильня то есть сюда загружается снег через полчаса если полностью загрузить снегом и 15 литров горячей воды понтоны для устойчивости на воде они съемные там их можно отцепить при необходимости там просто пенопластом заполнены 220 вольт как раз чтобы можно было наружный провод закинуть туда и уже питание машины там снаружи электричество если на месторождениях машина находится то есть там закинула розетку там тряпкой заткнул или варежкой все это не надо как-то придумывать таким образом ты будешь туда электричество подавать то есть там через дверь еще чуть-чуть ну короче вот это актуально правда умудряется некоторые туда пытаться заливать топлива и вот был у нас случай поэтому вот пишем 220 вольт заливать не надо то что мы сейчас смотрели это был трехосный макар а эта техника уже двухосная то есть она меньше компактней расход топлива у нее гораздо ниже но про внедорожные возможности и технические характеристики сейчас лёша расскажет несмотря на то что он четыре колеска у меня получается спальня на четыре человека то есть вот здесь спальное место еще здесь спальное место делается то 6 место 6 место спокойно причем и она машина получается что она в длину то вишка тоже проходимость как у нее у нее проходимость по сложному рулеву гораздо лучше то есть не увешивание спокойно там сети бугры торос и прочее она предовать удалывать будет гораздо лучше вот у неё расход топлива гораздо меньше потому что кинематики меньше ну здесь к раз коробка автомат двигатель тойота двигатель находится сзади то есть разрисовка более правильно для всех этих наших вещей с эта машина кого для краски с точки зрения покорение полюса того же это более правильно самог texting у главный проблема это расход топлива то есть стены уже с собой топлива совести кто топливо которую ты везешь это лишние килограмма ясите килограммы еще нужно топливом обслуживать. То есть такая геометрическая прогрессия намечается. Чем меньше машина жрет, тем меньше топлива навести. А получается, что здесь кинематики меньше, машина легче сама по себе. Геометрическая проходимость на сложном рельефе у нее лучше гораздо. Плавать она также будет. Сверхпроходимости там на севере, во льдах, там не надо, там спокойно доедешь, там нету каких-то крутых горок или еще чего-то. То есть она получается для конкретной цели машина достаточно хорошая. Причем здесь получается постоянно полный привод через дифференциалы. Трансмиссия разгружена. Всегда хорошо. Следующее развитие, оно интенсивное или экстенсивное? То есть будет развиваться вот эта техника, то есть вот как уже некий пик и она будет только улучшаться или будут создаваться какие-то принципиально новые визикодные конструкции? Восьмиколесники. То есть это уже она тебе дает и проходимость лучше гораздо, и грузоподъемность лучше, и тяговые характеристики. То есть это некий полярный тягач, который можно с собой тащить еще бог знает сколько, восьмиколесник. Вот на этих же колесах. Ну и потом для того, чтобы куда-то следующий шаг двигаться, ну во-первых, надо деньги, надо время, надо довести вот этот конструктив до такого-то идеала. Но это тоже не все просто. Ну вот этот каркас основан, то есть рама и корпус. Ну как бы тут рассказывать, наверное, смысла нету, потому что надо рассказывать каждый деталь. Ну его видеть надо просто. В принципе, я думал, честно говоря, что это более... Могучая что ли? Да, могучая, более жесткая продукция. То есть у тебя вот ребра жесткости, это вот это вот. То есть ты машину можешь поставить вот за это место, тянув ее, если она вдруг на бок ляжет, то есть вот это вот жестко, достаточно. Угу. Прям не ожидал. Угу. Это под закачкой делается, да? Да. А потом грунтуется и красится. Да. Ну тут красится эта ледокольная краска. Это отдельный стенд для сборки панели, чтобы проводку все там спокойно развести, чтобы машина не прыгает. Потом вот все красится и машина уже монтируется. То есть крепежные места, они как бы здесь, что в машине, что здесь идентично. Первый пост, второй пост, и на третьем посту уже машина выходит. Выходит там замечательная сборка, и машина выходит. То есть сейчас потихонечку двигается, недавно машина вышла одна. Угу. То есть, соответственно, по постам двигается машина туда, на выход. То есть у тебя сейчас в производстве три вездехода? Да. Ну, примерно каждый вездеход по месяцу стоит. На каждом посту. То есть три месяца машина выходит. Угу. А вы делаете в Европе или в Америке эти аналоги? Нет. Нет? То есть это уникальные люди? Нет. У меня и американцы, там ребята знакомые, и канадцы. И там они ревут, дайте нам ваши машины. Музыка. 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 ну что мы прекрасно пообщались с лёшей посидели попили чай поели арбуз обсудили массу вопросов и экспедиционных и поговорили по вездеходам мне кажется я кстати нашел все новое животное опах где-то собака собака впереди и она убегает от меня ладно беги я очень надеюсь что наш обзор вам понравился и про автомобиль который создал алексей и про вездеходы которые он создает и думаю что мы на этих вездеходах также будем путешествовать чтобы смотреть больше интересных видео про путешествия нажми на кнопку подписаться и на колокольчик а еще подписывайся на наш телеграм-канал там самые свежие отчеты о путешествиях и новости прямо с колес с наших экспедиций